книга открытым оком том 12 вопрос 2640 тема старообрядцы после 1991 года стало ли больше верующих у старообрядческой церкви олимпию остальные почти все андриан отвечает игнатий тихонович лапкин кавычки открываются резкого увеличения числа верующих не произошло по многим причинам во первых остро не хватает священнослужителей ведь у нас очень строгие требования священник должен быть не моложе 30 лет он должен быть женат первым браком и он и его жена должны проживать до брака в чистоте и не впасть до рукоположения не в один из тех тяжелых грехов которые среди современной молодежи считаются обычными поступками кандидат священники должен хорошо знать православное вероучение церковное богослужение сложнейшее знаменное пение он должен быть готов к тому что его многодетная семья будет испытывать материальные лишения поскольку большая часть наших приходов бедна 2 причиной медленного роста численности прихожан является то что исчезли или уменьшились до минимума целые слои русского населения которые ранее составляли опору нашей церкви свободные крестьяне казаки промышленники и фабриканты третья причина это нравственное состояние нашего общества заставить современного человека отказаться от блуда чревоугодия корыстолюбия постоянного поиска развлечений очень трудно современные люди в массе своей не хотят соблюдать божьи заповеди скромно трудиться по-настоящему а не мнимо заботиться о своих детях а без всего этого невозможно стать настоящими православными христианами есть проверенные тысячелетиями способы самосовершенствования человека это пост и молитва но современному человеку они в тягость даже радость соборного богослужения ему недоступна общая расслабленность и порочность гонят его из храма кавычки закрыты далее комментарии игнатия лапкина явно на публику говорится потому что у старообрядцев сплошь и рядом ставят во священники до 30 лет причина одна не знают христа не знают евангельского христа евангельской веры а знают свою обрядность и даже эти мои слова им непонятны книга пророка исаев 57 глава 12 стих я покажу правду твою и дела твои и они будут не в пользу тебе книга пророка иеремия 33 глава 3 стих воззови ко мне и я отвечу тебе покажу тебе великое и недоступное чего ты не знаешь пророк оси 10 глава 12 стих сети себе в правду и пожнете милость распахивайте у себя на вину ибо время взыскания господа чтобы он когда придет дождем пролил на вас правду прочтите только вот эти слова и уже понятно будет что будущее только там где проповедь о христе иисусе книга деяний 8 глава 25 стих они же засвидетельствовав и проповедовав слово господне обратно пошли в русалим и во многих селениях самарийских проповедали евангелие книга чего не так так деяний 825 они же засвидетельствовав и проповедов слова господне обратно пошли в русалим и во многих селениях самарийских селениях самарийских проповедали евангелие книга деяний 15 глава 36 стих по некотором времени павел сказал варнаве пойдем опять посетим братьев наших по всем городам в которых мы проповедали слово господне как они живут 1 петра 1 25 но слово господне пребывает вовек а это есть то слово которое вам проповедано римлянам 10 глава 8 стих но что говорит писание близко к тебе слово в устах твоих и в сердце твоем то есть слово веры которое проповедуем первое коринфянам 2 глава 4 стих и слово моё и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости но явление духа и силы к беременным имейте сострадание не просто уважение а страх нагруженную баржу день настанет поставят под разгрузку все в по тьмах какого качества балласт или пшеница а может слитки золота в столетии трю опрокидывают с небывалым риском от боли чрева акушера слепнет кто он она их крик без интонации звериные лев рев роженицы и писк младенца все одинаково у всех племен и нации для головы проход смертельно тесен и ни одна рабыня и царица не может безболезненно родить девяти месячное плавание в штормах и с риском и неизбежность встречи смерти впереди облегчить и помочь не раз пытались в борьбе и схватках роковых за жизнь чуть обезболить отдохнуть дать малость но край могилы обрушался вниз влечение к мужу и экстаз мучения плодоносящая земля взрастила семя полощаться пеленки на прищепке флаг над заботами всплывающими в семьи вот так же мука вдруг мгновенно схватит в беспечности покрящих лизоблюдов дворцы развалит как и хаты к краю не защитит компьютерное чудо мир с безопасностью прикажут долго жить зверь коронованный с предтечью бессильны масоны благодетели и их источник лжи за чрево схватятся свое уже отжили беременные сеном лживых обещаний три с половиной года их чревоношения приход спасителя с небес как молния настанет и гнев его ударит по мишень 24 января 2005 год игнатий лапкин